Друзья, всем большой привет из Сочи. Сегодня я по многочисленным просьбам трудящихся еду в жилой комплекс Министерские озера. Честно говоря, отношусь к нему скептически. Был там один раз, когда там еще не начались даже работы. Смотрел как-то по телевизору репортаж, что там люди живут, что у них там какие-то постоянно проблемы. В общем, также меня смущает, что эти дома стоят, у нас получается Олимпиады, когда в 2014 году уже 4 года стоят. Поэтому сегодня едем туда с расследованием. Все меня просили узнать сыро, там не сыро, плесень, не плесень. Я вот взял специально прибор для этого, это влагомер, взял у Виктора. Так что мы сейчас с вами померяем, насколько там стены влажные, не влажные. Потому что тоже подозрительно, когда вы принимаете квартиру, она в черновом состоянии. Вы можете видеть все, есть ли какие-то трещины, есть ли какие-то косяки. Здесь же они сдают либо с ремонтом, либо в чистовой. Может быть они что-то прячут там под этим слоем штукатурки. Ну, в общем, сейчас еще, кстати, Витю я тоже позвал. Виктор со мной вместе, он как ремонтник, он вообще видит сразу все это дело. В общем, сейчас проведем конкретное там расследование. Зайдем в несколько квартир, зайдем с ремонтом, зайдем без ремонта. И все, посмотрим. Все, друзья, приятного просмотра. А мы начинаем. Так, вот он подъехал к нам, Виктор. Виктор, привет! Мы сегодня не виделись, да? Что, поедем на твоей? Да, давай, прыгаем. А потом сюда, обратно. В моей машине, да, поедем. Ну, давай, сейчас. Друзья, пользуясь случаем, хочу напомнить вам, что нужно подписаться на канал и поставить лайк обязательно. Мы же ради вас стараемся, друзья. Итак, друзья, продвигаемся мы к Министерским озерам. На самом деле, далеко, ой, господи, далеко, дорога не близкая. Вот вам, пожалуйста, опять корова. Я как еду на Раздольное, постоянно коровы, еще этот, спрашиваю деревню, Сочи, не деревню. Ну, дорога, в общем, такая. Здесь частный сектор, да, я правильно понимаю? Да, частный сектор. Ты как местный человек. Витя говорит, что раньше ездил сюда на рыбалку, на эти Министерские озера, когда там вообще еще этих домов даже не было. Да? Да, ездил я на рыбалку. Рыбу клюют? Нет, там рыбы нет. Говорят, давно бывает. Три раза ездил, там рыбы нет. А, ну они сказали, что там рыба есть, там я смотрел промо-рой. Ну, может, они запустили там икру. Может, она есть. Хотел задать Вите вопрос. Витя, как ремонтник, профессионал, скажи, пожалуйста, вот то, что дома стояли более четырех лет, это или не более, да? С 2014 года они как Олимпиада были, так и стояли. Ну, да, с Олимпиадой, ну, четыре года. Это плохо вообще? Нет, ну, дома с перекрытиями, с крышей, остеклены были, так что вода не накапливалась, не попадала. Так что, ну, сейчас посмотрим вживую, хочется посмотреть, в каком состоянии там находятся стены, в общем, дом, фасад и все остальное. Потому что они долгое время стояли, соответственно, дом не отапливался. Вот эти моменты, как бы, они интересные, нужно понять, и мы вам расскажем. Ты говорил, бетон может там как-то превратиться. Если долго, да, ну, понятно, дом стоит, открытые перекрытия, затекает вода, то начинает там плесень распространяться. Не плесень, а мох, именно который перерастает уже, само собой, какой-то грибок, плесень и все остальное. Друзья, заезжаем мы на объект, вот в этот микрорайон целый. Объект состоит из 17 жилых домов. На территории, кстати, планируется, давайте вам чуть-чуть расскажу. На территории планируется школа на 400 мест, детский сад на 60 мест. Вот, но все это пока в планах. Сейчас я вам скажу. Обратите внимание, вот кто спорит, монолитные дома или не монолитные, обратите внимание, это не полностью монолитные дома, это монолитный каркас и пеноблоки, да? Газоблоки, да. Газоблок. Я не знаю, может они часть какие-то из газоблоков, а часть из монолита? Ну, вон они, смотрите, друзья. Не знаю, где тут монолит-то. Так, ну, сейчас вовнутрь зайдем, может быть, в следующих домах они монолитные? Может быть, такое? Так, давайте вернемся по школам. Школа и садик сдается в 2020 году. Полная сдача объекта, все 17 вот этих домов будут готовы в 2021 году. Вот, в принципе, так. Первые три литера, сейчас уже третий квартал у них стоит этого года, должны они уже сдаться. Вон они, смотрите, видите, уже разноцветные. Речь, наверное, о них. Так, вряд ли. Они говорят, до конца прям доезжайте. Ну, вот они так, Витя, стояли. Ну, вот эти дома, вот сейчас слева, вот этот дом. Они монолитные, да? Да, вроде как цельно монолитные. Но это мы увидим, когда попадем. Наверное, вот эти, да, как раз мы зайдем, они монолитные, кажется. Проверим, да, прочувствуем, своими руками, так сказать, что-то. Мы сейчас находимся здесь. У нас один из офисов продаж. Основной в начале тепличный находится. В продаже 7 домов сейчас. Литер 4-й, 5-й. Они будут с отделкой под ключ с ремонтом. Литер 6-й, 7-й с предчастовой отделкой. Застройка здесь у нас комплексная, с парковками, с детскими площадками, которые в основном внутри будут территории располагаться. Спортивные площадки также будут. То есть, по парковочным зонам у нас вот здесь выделена большая зона. Вот эта вот парковочная зона. Здесь зона паркинга. Ну и плюс небольшие там придомовые парковочные карманы, как бы, для автомобилей. Кроме того, у нас вот здесь залит фундамент под магазин. И вот здесь вот есть фундамент под магазин. Небольшие одноэтажные магазины придомовой. Чай, сахар, кофе, да, там такие бытовые. Продукты, в общем. Да. Первоначальные нужды. Вот в этой части у нас между седьмым литером и следующей очередью. Здесь пока продажи не открыты еще. Здесь большая коммерция, она проектируется. То есть, ну, примерно от 700 до 1000 квадратов будет, да, будет семейный магазин. Магнит. Магнит по пятерочкам, да, плюс небольшие коммерческие площади. Вот. Это то, что по генплану. Согласно этим четырем домам. У них первая сдача. Сдача в декабре этого года. Вот в эксплуатацию уже. Все будет сразу с парковками, с площадками, с хорошей придомовой территорией, с асфальтом, с новой брусчаточкой. То есть, все, будем далее звать уже людей, получать ключи. Вот эта очередь. Это у нас следующая очередя. Литер первый, второй, третий. То есть, раз, два, три. Там у нас немножко другой проект. Бизнес-квартал целый. А, то есть, классом повыше, да, будет? Да. А это у нас комфорт. Это комфорт. Угу. Бизнес-квартал, соответственно, с закрытой территорией, с фонтаном, с теннисным кортом. Угу. Ну-ка, можно, пожалуйста. Отделка, да, вот такая интересная у подъезда будет? Симпатичная. Да, на подоле будет у нас здесь. Но это макета все-таки или она так и все-таки? Максимально приближена к реальности, за исключением, там, пару «но». Да, то есть, витражного остекления не будет. Ну, верхних этажах будет просто остекление. Угу. Остальное, да, максимально приближено. То есть, фасад будет, скажем, отчасти сделан вентилируемой частью. То есть, это будет либо керамогранитная плита, либо там альтернативный материал. То есть, в частности, вот эти вот, да, стояки, о чем говорим. Дома уже полностью построены. Они монолитные сами себе. Вот такой вопрос. Я ехал, вначале они не монолитные, да, стоят? Они какие-то монолитные, какие-то не монолитные? Да, монолитные каркасные. Это другие дома совершенно. То есть, там пока еще продажи не ведутся. Это вот эти, да? Это вот эти. Вначале. Да, это будут очередя, которые в 2020-2021 году будут достраиваться. А, вот эти монолитные, которые сейчас мы цветные ехать. И вот эти три монолитные дома полностью. С утеплением, все как и нужно. Штатурка, армирующая сетка, покраска. А мы можем, да, зайти уже посмотреть с ремонтом, с мебелью квартиру? Мы сможем зайти с ремонтом, с мебелью, глянуть на шоуру. Хорошо. Далее, касательно этих домов, еще пару слов. Теннисный корт на территории. Она полностью закрытая, со своей парковкой, со своей детской площадкой. Здесь где-то был красивый эскиз у нас. Ну, вот, к примеру, вот этот. Свой скверик с фонтаном. Парковочка. Дополнительная площадка детская. Вот тут посередине, здесь, теннисный корт. Финальная отделка, как это будет выглядеть. Естественно, все закрыто будет. Вот скажи, пожалуйста, когда откроется там продажа примерно? Там продажи мы уже предварительно открыли, то есть, с 1 августа, да? Там доступно предварительное бронирование. По цене, ну, по прайсу, я думаю, подробно тебе покажу. Ну, от 80 до 87 тысяч за квадрат. Так, а сдача у них, когда у этого бизнеса? Первый квартал 19-го, получение ключей будет где-то в июне месяце 19-го. Середина, да? Да. То есть, там был теплый месяц обладеустройства территории. И уже где-то в мае-июнь мы будем готовы выдавать ключи. Примерно так. Интересно. По планировкам. Это у нас по бизнес, да, вот этому? Бизнес-квартал. Бизнес-квартал. Это двухкомнатные квартиры. Это однокомнатная. Душка. И есть еще трешки вот в таком формате. В зависимости от литера, скажем, они отличаются. И от подъезда, расположение, соответственно, сама планировка. Но здесь, по этим домам, мы пока готовим шоу-рум. То есть, чуть позднее можно будет снять их, посмотреть. По литерам комфорта это можно будет сделать сейчас. Ну что, тогда туда, собственно, и направимся, да? Что не затягивать свет у нас. Все, пойдем. Итак, друзья, зашли мы на территорию комплекса. Так выглядит дом снаружи. Про бизнес-квартал как раз-таки то, что ты рассказывал нам Андрей. Вот мы его можем увидеть. А вот эта территория, это парковка, да? Это парковка. Парковка, ага. А, ну давайте. Мы, в общем, взяли приборчик. Сразу предупрежу. Вот этот влагомер. Тут у меня клиенты спрашивают, то, что влажность, там якобы плесень. Мы сейчас хотим померить. Так. Фундамент под будущий магазин. Здесь парковочные места. Ну и ребята уже складывают много вручатку. Лапочка, если нет, нет, надо померить. Ага. Парковка, парковка. Да, вот он бизнес-квартал, друзья. И вот, собственно, министерские вот эти озера. Оно одно озеро или озеро одно? Одно, да? Одно, два. Ага. Идем дальше? Идем дальше. Ага. Так, сейчас работает они уже? Работает. Ага, вот этот пассажирский, судя по всему, это грузовой. Проверим. Лифты не будем дожидаться. На слово вам поверим. Чистовая пилка у нас. Стяжка, штукатулка. Соответственно, электро-разводка, панельный радиатор отопления. То есть в шестом-седьмом доме вот все квартиры будут в таком формате. Естественно, гипсокартоновые перегородки. Еще вот штукатулится. Ага. Вот это у нас трехкомнатная квартира, да? Трехкомнатная квартира. Трешки. Ну давай, Витя, замеры сделаем. Монолит. Монолит. Ага. Объясни, как работает прибор. Сейчас посмотрим. Да нет, в пределах нормы до 20%. Мне, Сергей, 15%. Если выше двух, тогда... Ну это вообще, да, зашкалит. Нет, абсолютно норма. Это, в принципе, норма, да? Это вообще нормально. Угу. Ну вот, видите, уже развеиваются потихонечку слухи. Я-то вообще скептически тоже был настроен. Ну, не всегда я бываю прав. Да, хорошо, что он как в лесу, так стоит очень классно. А на балкон можно выйти от этой квартиры? На балкон мы выйдем с другой квартиры. С другой, да? Ну, друзья, в принципе, вот так вот. Сдается у вас квартира. Вот эта ванна входит или она так здесь? Нет, ну здесь, в этом доме, тут вообще по проекту ремонта, это еще старая ванна. Ага. Естественно. Подскажи, пожалуйста, сколько вот такая квартира стоит? Трехкомнатная, сколько квадратов она или по цене? Это 78 квадратных метров, она идет у нас по цене с предчастовой отделкой. Где-то 5400-5500 прайсовоценник. 5400-5500. А цена вообще откуда начинается? Минимум одна комната, это сколько можно купить? Снимум 2-670. 2-670, это сколько площадь? 4 квадратных метров. 3-4. Это она черновая или предчастовая? Предчастовая, она 3-4 черновая отделки. Только предчастовая, только с отделкой подкрышки, которую мы сейчас посмотрим. Вот вариант с отделкой подкрышки, дополнительная еще и спеклировка. Цвет включаем, или отключен, счетчик. Может вот эти рубильнички? А, нет, все. А, здесь лампочки нет. Это достаточно. Так, это у нас спальня. Это у нас спальня. Это то есть мебель. Мебелировка это отдельная история. Кому интересно, она доступна к покупке полностью. Вот все, что здесь есть, включая там торшеры и люстры, вообще без проблем. Все это можно собрать. Здесь основной момент какой в квартире, да? То есть, на примере, допустим, соседней комнаты. И позже мы посмотрим отделку ремонта. Что входит в ремонт? Это межкомнатные двери, это плинтуса, розетки. Стены будут отделаны декоративной штукатуркой и уже покрашены. Можно перекрасить по желанию уже будущих жильцов. Так. Это любоцветным приемлемый. Санузел. Санузел у нас будет полностью в плитке. Новый завалет, новая ванна, новая раковина. Угу. Вот рядышком. Угу. Так. На кухне у нас будет еще электроплита. Ну, то есть здесь, как бы, кухня в целом в сборе, да? Поинтереснее. Угу. Базовой спецификацией ремонта будут обычные электроплита, раковина. И вот рабочая зона с плитки сделан такой паркет. Угу. Балкончик. Кратце все. Да, по ремонту. Это балкон у нас. Так. Надо посмотреть территорию. Внутреннюю. Да, прям в чаще леса находимся. Вот это круто. Вот мы сейчас в четвертом доме, да, вид вовнутрь у нас будет на детскую площадку. Ну, буквально уже. Да, вот здесь детская площадка. Ее будем устанавливать. Временно склад пары дверей. Угу. У нас будет детская площадка. Кроме того, вот там у нас находится речка. Вдоль речки мы делаем прогулочную зону, вот туда дальше, на целый километр, до девяти этажек. Угу. С берегом крепления там уже частично есть. Угу. Что-то мы сейчас доделываем. И будет хорошая зона прогулок, занятия, спортом, бега, кому как. То есть вы пытаетесь такой свой мирок, да, создать внутри Сочи? Концепция, да, город в городе, потому что здесь все будет со временем полностью автономно. Свои магазины, своя школа, свой детский сад. Ну, вдобавок, как бы, это только начало. Понятно. Так. А вот с вот этой мебелью, вот допустим, да, если человек захотел купить, вот как сейчас такая квартира, например, на сколько будет стоить? Мелировка здесь выходит примерно около 460 тысяч. Угу. Вот представлено с диванами, со всем-совсем, с электроплитой, с кухней. Угу. 460 тысяч, вот это все. Давайте я поподробнее вам покажу. 4,5, то есть полностью стоимость готовой квартиры с ремонтом и мебелью. Угу. А ремонт? Со всем остальным, он с окружает, он будет в районе 5, примерно. Мелировка или 10. 5 миллионов. Сколько квадратов? 56. 56 квадратов, 5 миллионов. Уже, то есть, готовая квартира. Вот в таком вот виде, друзья. Варианты 200 дешевле, ностре, чистовой отделки. Угу. Как-то раз, вкратце. Все, ясно. Витя, давай, первое впечатление о ремонте сразу. Печально очень сильно. Ну, блин, я не вооруженным глазом, что-то, вот эти плитка, ванны вообще там, ну и потолок, все как-то, вот это. Потолки, стыки там. В стыке, ну. Поздавалось. Ну, тем не менее, если вы хотите, не хотите заворачиваться с ремонтом и за 3 копейки, вот такой ремонт как раз-таки можно получить. Ну. Бонусом. Ну, не стоит, да. Его придется переделать, конечно. Однозначно. Вопрос времени, когда? Да? Да. Ну, это понесет дополнительные затраты. Демонтаж начнется, старого ремонта. Ну, тут каждый под себя меряет, конечно. Ну, лучше предчистовую, да, покупать и делать уже ремонт самостоятельно? Нет, лучше вообще даже не предчистовую. А тут черновых-то нету? А, ну, если нет, тут либо так, либо так. Ну, значит, нужно это сносить и переделать по-нормальному. Ну, на самом деле, реально адекватно. Ну, а как впечатление, вот, ну, вроде влажности нет? Нет, по стенам вроде все сухо, да, изнутри нормально. Ну, есть, конечно, нюансы, видно, что дома стояли, они стояли, оказывается, не голые, когда были оштукатурены, и штукатурка подверглась как раз-таки отслоению от погодных условий. Она не была закрыта фасадом. Вот эти вот моменты. Ну, сразу видно по балкону, когда мы проходили, если ты обратил внимание. Я нет. Ну, отваливается, вздувается. Переделывать вот это все, чистую отделку. Ну, будет управляющая компания, в любом случае, они, как правило, следят за этим. Так что эти обязанности лягут на них. Здесь уже, ну, все будет зависеть от управляющей компании, насколько они будут быстро и экстренно реагировать на эти все моменты. Ну, вот, пример сейчас видим. Вот, отслаивается. Вот, два дома стоят. За деревом, наверное, не видно. Ну, ты видишь, где-то есть окна, где-то нет окон, стеклопакетов, видишь? Ну, короче, да, в таком состоянии. Все-таки вживую увидели, да, сами оценили, посмотрели. Конечно, плохо, что дома стояли все-таки, на самом деле. Есть определенные. Это не критично, но не прям то, что там нельзя жить, покупать. Ну, нужно понимать просто, взвешивать. Да, всегда есть выбор, по крайней мере, что... Придется опять на компромисс идти, друзья. Ну, зато цены, цены одни из самых дешевых в городе. Ну, вот, из-за этого, да. В принципе, и дорога хорошая. Если все обещания будут выполнены, то есть школы, детские сады, вся вот эта территория будет облагорожена, и действительно будет город в городе, то, на самом деле, можно, наверное, с этими минусами как-то со временем. Да, нужно просто адекватно понять, с чего складывается цена. Но не бывает дешево, хорошо, либо дорого, плохо. Всегда это под что-то оптимизированная цена. То есть, в данном случае, это цена оптимизирована именно под этот уровень. Ой, я смотрел, Витя, просто видео, почему я сюда поехал. Так расписываю, так расписываю. Там просто потрясающе. Но все-таки минусы есть. Я, ну, знал, что они есть, но объективно есть же, друзья. Ну, мы сами посмотрели, заодно я с тобой вот был как раз. Зачем вот это рассказывать? Вот, ну, ладно, пойдем на озеро. Да, пойдем. Посмотрим. Что там, как? Там вроде должно быть красиво, друзья. Я там не был ни разу в жизни. Ну, я был лет шесть назад на рыбалке. Ну, что, трава, трын, трава была. Есть здесь, конечно, своя такая какая-то. Меня привлекает, знаешь, все, ты-то местный человек. Очень зеленый. То, что зелено, да, это, конечно, круто. Меня привлекает чуть другое. Я все-таки из вот такого, из городов, из обычных, да, из российских. И вот это более-менее похоже на наши вот микрорайоны. И я сюда, как на родину, блин, не знаю, приезжаю. Что-то есть такое чувство. Нет, здесь атмосфера. Вот вокруг домов атмосфера складывается такая благоприятная. Тут много зелени. Сейчас посмотрим. Вот озеро вроде ограждения. Тут брусчатка. Классно. Когда живет все это, да, там, когда люди уже будут, я думаю, блин, будет прикольно. Прикольно, да? Как я веду блог. Прикольно. Какая-нибудь женщина, учительница русского языка скажет, ух, Никита, надо Чехова читать. Смотрите, здесь ведутся работой. Что они тут делают? Забирают подпорку. А, подпорку, да, делают? Это из чего они? Это готовые, залитые, бетонные. Такие, прямо блестящие. Вот парамер. Ну что, друзья, надеюсь, у вас сложилось какое-то впечатление об этом объекте. Выводы делаете сами. Мы, в принципе, показали вам все как есть. Без прикрас, приукрас. В общем, если заинтересовало вас, конечно же, звоните. Отвезем, все покажем, расскажем, покажем альтернативу. Также не забывайте подписываться в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме, везде, в любой соцсети. Мы есть. Звоните. И обязательно поставьте лайки, конечно. И подписывайтесь на канал Вити также. Он у нас ремонтник. А я сейчас буду пытаться выехать через Макаринга. Потому что обещал. Хотя мне совсем не по пути. Но ради вас, мои дорогие подписчики, что не сделать. Все, давайте, друзья, всем пока. Надеюсь, у меня в дороге все нормально будет. Друзья, извините, пожалуйста, но, судя по всему, по этой дороге на своей машине с клиренсом 135 сантиметров, миллиметров точнее, я что-то не очень хочу ехать. Но на паркетнике 100% можно проехать. Вот сейчас ребята, наверное, поедут. Да, чуть повыше хотя бы обычный стандартный клиренс, да я бы поехал. Но я примерно понимаю, что меня ждет. Так что я лучше через раздольное. Прошу меня простить. Прошу меня простить. Прошу меня простить. Прошу меня простить.